И всем привет! Вы на канале Работа для Всех. Сегодня я вам расскажу про работу курьером по доставке еды и расскажу, как же устроиться к партнерам сервиса Яндекс.Еда, работать курьером и зарабатывать до 3400 рублей в день. Приятного просмотра! Для начала давайте пару слов про сам сервис Яндекс.Еда. Сервис Яндекс.Еда – это сервис по доставке еды из ресторанов и магазинов, то есть он работает по всей России, во многих городах. Собственно говоря, в чем заключается, что клиент заходит в приложение или на сайт, выбирает ресторан, выбирает блюдо, которое хочет заказать, и после этого ресторан собирает заказ, приезжает курьер, его забирает и привозит клиент. То есть такой достаточно удобный, быстрый сервис доставки еды. Собственно говоря, по поводу самого сервиса это все. Теперь давайте перейдем непосредственно к условиям работы, обязанностям и так далее. Для курьеров. А теперь давайте поговорим непосредственно про рабочие моменты. Начнем с обязанностей. В обязанности входит, как ни странно, доставка заказов ресторанов и магазинов. То есть, как я уже говорил, клиент делает заказ, в ресторане он собирается, вы за ним приходите, забираете его и отвозите клиенту. Для удобства работников радиус доставки ограничен. То есть, вы работаете обычно в одной какой-то местности. Далее, что касается требований, то здесь все достаточно тоже просто. Вы должны быть ответственными, пунктуальными, чтобы не опаздывать. И желательно иметь смартфон с наличием андроида на базе 4.2. Но скажу вам так, что сейчас любой смартфон обладает гораздо более новой версией андроида, поэтому с этим тоже вопросов возникнуть не должно. Далее, что касается условий работы. То есть, самое интересное здесь, что по поводу условий. Это еженедельные выплаты, то есть, со среды по пятницу можно получать каждую неделю наши деньги. И то, я вам так скажу, что если вы самозанятый, то можно получать деньги практически вообще будет каждый день. Также, одна из самых высоких ставок оплаты по городу. То есть, данный сервис платит действительно в сравнении с другими. Достаточно высокую ставку. Гибкий график работы, потому что мы сами можем зайти в приложение и выбрать, когда мы выходим работать, а когда не выходим. То есть, мы выбираем так называемый слот, который может длиться 4 часа, 6 часов, 12, 16. И выбрать данный слот и пойти работать. Поэтому можно саму себе строить график, совмещать его с учебой, с работой, еще с какими-то своими делами. Оформление в курьерскую службу. То есть, можно оформиться к партнеру Яндекс.Еды. Можно как самозанятый напрямую с Яндекс.Едой работать. То есть, это уже такие тонкости, которые в целом тоже далее будут разобраны. И также существуют различные бонусы, премии по итогам работы. То есть, в каждом городе это индивидуально. Но в любом случае, всем новым курьерам обычно есть бонусы. Например, от количества выполненных заказов в первые дни работы и так далее. Поэтому здесь тоже с этим, на самом деле, все достаточно интересно и выгодно. Вот. Далее, что касается заработной платы. Заработная плата курьера достигает 3400 рублей в день. И то, я вам так скажу, что это взята средняя цифра по России. То есть, где-то она может быть повыше, где-то чуть ниже. Но вообще, средняя, это 3400 в день можно зарабатывать в данной работе. Вот. А что касается географии найма, то сервис работает по всей России. Соответственно, нанимает тоже курьеров по всей России. И более чем в 85 городах работает данный сервис. И можно пойти устроиться туда курьером. Список городов всегда расширяется. То есть, на мой момент видео, это там 89. Когда я записываю видео, когда вы смотрите, может быть, это уже больше. Поэтому здесь все достаточно так удобно. То есть, вы в любом случае можете ставить заявку. Вам скажут, работает в вашем городе сервис или нет. Но, скорее всего, да, работает. Вот. Ну и что касается самой доставки, вы можете работать как пешком, так и на велосипеде, на самокате, на машине можно работать. Поэтому здесь тоже все достаточно гибко и удобно. Ну а теперь давайте расскажу, как же все-таки устроиться на работу курьером к партнерам сервиса Яндекс.Еда. Далее я покажу прямо на своем экране, по шагу, как это сделать. Но сейчас давайте небольшую такую инструкцию. Итак, в описании под этим роликом есть ссылка. По ней можно кликнуть и перейти на сайт, на работу. Там есть сразу же кнопка «Стать курьером». На нее вы нажимаете, переходите дальше. Там вас попросят подтвердить ваш номер телефона. Вы вводите свой реальный номер телефона. У него приходит смс-ка. Вы подтверждаете номер. И после этого начинается быстрое обучение. То есть буквально сколько-то минут можно быстро пройти. Там все по шагу будет у вас на экране показываться, что это за сервис, как работать. Там прям будут примеры работы в приложении. То есть все расскажут и покажут прямо у вас на экране. Вы поймете вообще, как работать курьером. После этого будет тест. Он очень простой. То есть если вы прошли обучение, то тест точно тоже пройдете. Все это проходите. Это занимает в общей сложности 20 минут. И после этого, как вы задаете тест, можно будет выбрать центр подключения. То есть адрес офиса в вашем городе. Все туда приходите. Вы прямо в этот же день можете прийти. В ближайшее время все вас оформят. И вы прямо сразу же выйдете на работу. То есть здесь в этом плане все на самом деле достаточно просто и быстро. То есть буквально можно сегодня ставить заявку, пройти обучение и сегодня же пойти подключиться к сервису и начать работать. Поэтому здесь все удобно и быстро. А теперь давайте прямо покажу непосредственно на своем экране, как же это все делается. При нажатии по ссылке вы перейдете на этот сайт. Здесь кнопка «Стать курьером». Нажимаем на нее. Далее у нас будет загрожена следующая страница. Здесь как раз таки написано. Заполняем анкету, проходим обучение и получаем нашу форму и приступаем к работе. Здесь вводим номер телефона свой. То есть я его закрою свой. Получаем код, подтверждаем телефон. Нажимаем кнопку «Дальше». Здесь выбираем страну и город, где мы будем работать. Здесь много городов. Выбираем свой. Вот в моем случае это будет Москва. Нажимаем кнопку «Дальше». Откроет способ доставки. Можно работать пешком, на велосипеде или на автомобиле. Дальше можно все поменять, поэтому здесь не заморачивайся. Я нажал «Пешком». Далее выбираем «Свое гражданство». Я выбираю «Российская федерация». Выбирайте свое. После этого нажимаем «Дальше». Теперь заполняем простую анкету. Здесь фамилия, имя, отчество, e-mail, дата рождения и логин в Телеграме. Потому что многие коммуникации будут в Телеграме проходить. Все. Здесь нажимаем «Заполняем», нажимаем «Дальше». Поздравляем. Теперь необходимо… Ну вот нас поздравляет Яндекс, что вот можно выбрать расписание, район и так далее. И теперь нам говорят, что необходимо будет пройти обучение, которое длится всего минут 7. Вот. Все. Дальше идет обучение. Естественно, я его показать вам не могу, что прям наглядно. Ну вот я в ускоренном видео здесь все показываю, что оно простое. Здесь все объясняется, все подсказывается с голосовыми подсказками различными. Все. И вы после этого будете прямо понимать, как работать в этом сервисе. Все. После обучения у вас начнется тестирование. То есть это простой тест по только что пройденному обучению. То есть там ничего сложного не будет. 7 минут вы прошли обучение, ну и там минут 5 тест. После тестирования вас ждет такое окошко. То есть вы успешно завершили тест. Поздравляем. Теперь необходимо будет выбрать адрес, где можно подключиться, то есть активироваться. И время можно будет выбрать. Все. Приходим в центр подключения. Активируемся. И все. Можно приступать непосредственно к работе. Ну и здесь как раз показано, что вот после того, как записались, у вас будет памятка. Также можно включать приложение или же перезаписаться. Ну и теперь давайте еще раз пробежимся, как же все-таки устроиться. Мы проходим по ссылке в описании. Нажимаем кнопку «Стать курьером». Подтвердаем номер телефона. Проходим быстрое обучение и тестирование. После этого записываемся в центр подключения, чтобы активироваться. Все. После этого, как пришли, активировались. И можно приступать к работе. То есть, опять же повторюсь, буквально можно прямо сейчас ставить заявку. И сегодня же уже выйти на работу. Поэтому проходите по ссылке, записывайтесь. И я вам желаю удачи в трудоустройстве. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok